Александр Васькин Новая книга Александра Васькина Большой театр от Фёдора Шаляпина До Майи Плесецкой Наш путеводитель по Большому театру Такие закоулки, такое узнаёшь Когда начинаешь размышлять Кстати, у вас будет возможность Уважаемые радиослушатели, задать эти вопросы 7 сентября в 7 часов В Доме книги на Арбате будет презентация Этой книги, повседневная жизнь Большого театра от Шаляпина до Майи Плесецкой Просто приходите 7 сентября в 7 часов Может быть кто-то выступит Пожалуйста, и сообщит свои какие-то Сведения интересные о том же Ивана Семёновича Лично то, что он знает Это поразительно Может быть, среди вас есть козловитянки Или козловистки, так их по-разному называли Я буду очень рад вас видеть Может быть, кто-то даст ценные советы Которые будут учтены в дальнейшем издании Потому что Большой театр – это такая планета Огромная планета И все, кто жил в Советском Союзе, наверное У них не возникало сомнений Что это лучший театр в мире Но так мы были приучены А Иван Семёнович – самый лучший певец О том, когда люди стали выезжать за границу Кстати, его же не выпускали Даже была такая история со Сталином Он пришёл к нему И тот ему спросил, зачем Там брат у него ещё был Поэтому ещё это было Ещё останется там такой певец Представляете, будет там петь Пусть у нас поёт Почему ещё не выпускали? Ну, после войны я объясню, почему не выпускали Потому что на время войны Ряд артистов остались на оккупированной территории И ушли потом с немцами Мы об этом ещё поговорим Иван Жадан Кстати, вот вам опять же на эту тему А кто, если не Козловский? Было три тенора в Большом театре Второй половине 30-х годов Иван Козловский, Сергей Лемешев И Иван Жадан Иван Жадан ушёл с немцами Это история малоизвестная Ну, они, конечно, знают Ну, вспоминать не любят, конечно В курсе, но история неприятная Целая группа артистов Большого театра Выехала осенью 41-го года В Истринский район Московской области И там осталась Ну, на отдых, как бы, понимаете Я не знаю, что это за отдых такой, может быть, осенью И Манихин это называют Там тоже посёлок Большого театра был И немцы пришли И они с ними ушли Такой знаменитый певец Печковский Который пел в Кировском театре Он был орденоносов Орден Ленина имел, представляете Это был очень популярный певец Николай Константинович Печковский Он остался тоже Он уехал тоже там под Ленинградом на дачу Ну, немцы пришли Печковский стал петь На оккупированных территориях Они его стали возить в Берлин, в Прагу, в Вену В 44-м году он был арестован органами СМЕРШ И осуждён военным трибуналом А здесь оттенал лагерей Иван Семёнович, кстати, послал ему посылку и деньги Трогательно Да, вот это тоже шаг такой И страшный, опасный шаг Ну, ему, видно, всё прощалось Гмыря, знаменитый певец Украинский певец, киевский певец Тоже не выехал в эвакуацию А Киев ведь очень быстро сдали Ну, вот весь театр уехал, он остался Ну, и тоже пел Он не был арестован Он получил звание народного артиста СССР Сталинская премия Потому что Хрущёв заступился Из-за него, да? Перед Сталином Сказал, что не надо Ну, что ж, не надо, так не надо Вот понимаете, кому вот то, что вы, Ирина Семёновна, вот уже говорили очень правильно Есть равные, но есть ровнее Да все животные равные Даже вы удивились, правда? Вот как такое могло быть, правда? Да Как это? А вот было и такое Вообще, это отдельная тема Как творческая интеллигенция Киева Встретила немецких оккупантов Там остались они, многие И служили при новой власти Да Это такой факт и есть Поэтому, конечно, вот эта опасность, что он останется Была Была И Сталин сказал Товарищ Козловский, ну зачем вам нужно ехать в Париж? Вы где родились? В Марьяновке? В родной? Вот туда езжайте там и выступайте для советских людей Может вам орден ещё дать лишний? Понимаете, помните эту историю, когда Иван Семёнович говорит У меня горло болит Да, да, да А он ему рисует такой кружок Мол, орден получишь Ну он спел, конечно Горло подпошло А куда одеваться? Такие были времена Такие были нравы И, конечно, об этом надо вспоминать Чтобы не повторилось Ну да, или чтобы как-то обозначить кумиров Мы так часто Да, да О, не ветер ветку клонит Не дубравушка шумит То моё сердечко моет Как осенний лист дрожит Извела меня крутина Под колодная змея Так горай, моя лучина Так горю с тобой и я Не жить я мне здесь безмилой С кем теперь идти к Венцу Знать судил мне рок С макилой Обручиться молодцу Раступи земля сырая Дай мне молодцу какой Приюти меня, родная Приюти меня, родная И келье Гробово Что же это за такое странное время было Когда вроде и любимые они публика И ордена им дают И квартиры А чуть-чуть вот упустили их И всё И они раз и всё И он уже там поёт На купированной территории Может целый составить биографию Список из тех, кто бежал Понимаете Или, как это говорили Просто остался Как это всё грустно Максаковой вот же Её отец Волков В Большом театре пел Ну Максакова, правда, говорил Что Волков не совсем её отец А её отец В другой раз Повыше Тот, который Наверху Ну тоже Волков Он школу создал в Америке Они все хорошо устроились Они все потом перебрались туда Здесь им было невозможно В Европе И его всех арестовали Что было преступление По тем законам Но что касается Ивана Семёновича Козловского У него жизнь складывалась Хорошо До 1953 года Когда ушёл Из жизни Главный покровитель Его хозяин Он плакал Даже так Даже ходил В храм О котором мы уже говорили В Рёсовом переулке Да Он ведь вообще был Человек такой Свечку там за упокой Верующий Верующий Ну назовём это так Верующий Потом он же пел В церковном хоре Верить можно в разные Да Он же собирался быть монахом Да Вы знаете Ведь эта история Он же с царём общался Как он рассказывал С Николаем Вторым Он же пел В Киевском Златоверхном монастыре И вот однажды Николай Второй Приехал И говорит Боже мой Какой голос Кто это так поёт А это вот наш Вундеркин Самородок И Васик Козловский Вот показали Вот какой был царь Добрый Все были добрые Для Ивана Семёновича Он вспоминал Что и царю он нравился Но к чему это всё привело В итоге В Большом театре Возникла обстановка Абсолютно нерабочая Вот Кирилл Кондрашин Который с Покровским Ставит оперы После войны Они сдружились Что он говорит Что мы не могли С этими артистами Первачами работать Потому что В театре Получилось распространение Так называемый Грибок Премьерства Как зараза Расползавшийся По гримеркам И кулисам С первачей Не желающих работать Брали плохой пример Артисты второго ряда За ними третьего Как это отражалось Вот они ставят оперу С Покровским Очередную оперу Абсолютно Там была такая опера Жуковского композитора От всего сердца По роману Елизара Мальцева Про колхозную жизнь Ей дали сталинскую премьер Потом отобрали Это вообще жуткая история Представляете Так вот взять человека Всё уже Он уже чувствует Что он побыл уже лауреат Вот такие ставились оперы Там ведь как было Вот допустим Говорят им Вот постановление принято О развитии сейлок Вейлок Надо оперу Сейчас пишется На эту тему А вы езжаете в колхоз На украинский Покровский И Кондрашин И собираете материал Напитываетесь народной жизнью И они просто ездили туда Он говорит Это просто Это поразительное было Вот чем им приходилось Заниматься Опера эти ставились Получали сталинские премии И благополучно Сходили со сцены Никто о них до сих пор Не вспоминает Так что Как вели себя артисты Кондрашин говорит Вот получил артист Свой кусок Получил сталинскую премию Все Больше он работать не будет Уста Уста Притомился Он бережет себя А у него есть Кого брать пример Иван Семенович Который тоже Пока же У меня Горло болит На него жаловались На Ивана Семеновича Жаловались Писали на него И писали Всякие докладные Вот концерт Для воинов Советской армии Иван Семенович не знал Что это для воинов Советской армии Думал что товарищ Сталин приедет Как только он узнал Что он не приедет Он отказался пить В последний момент А люди пришли И вот этот вопрос Очень серьезно разбирались Там на парткоме Говорят Как же так товарищи Ну так же нельзя Это неуважение к зрителям Товарищ Козловский Ну вот это вот все Это в порядке вещей Ну а что толку то Собака лает Караван идет Были исключения О них пишет Кондраш Артисты Самозабвенно Работавшие на сцене Которые никогда Не подводили Для них было неважно Кто в ложе сидит Сталин Или простой колхозник Рабочий Это Георгий Нелеп Максим Михайлов Очень добросовестные люди Для них не существовало Такой проблемы Хочу я петь или не хочу Надо Значит надо Такие певцы Саш Да Особенно Нелеп Нелеп Изумительный певец О чем это Конечно говорит О безнаказанности Вот то что и Кондрашин Говорил И Покровский Вот эти годы Когда первачи Их никто не может Одернуть Потому что Знают прекрасно Что с ними ничего Не сделают И такое было Александр Ведерников Бас Прославленный бас Большого театра Уже Другого поколения Рассказывал Вот они В консерватории Учились И тот же самый Батурина Которого я уже Упоминал Александр Иосифович Батурин Они у него занимались И там у них Вышло что-то там То ли им не понравилось Как он их учит И Ведерников говорит Мы его боялись Боялись Потому что мы знали Что у него Ворошилов занимается вокалом И Ведерников говорит Вот так скажешь Чего-нибудь И отправят тебя Я тогда поразился Интервью давал Он уже был За 80 было И он до сих пор Это помнит ощущение Что он студент Что-то скажешь Вот ему А Батурин тоже В Большом театре поет И отправят тебя куда-то И Рейзен Так же говорит Саша, согласитесь Вот удивительно Ворошилов у нас Стрелок Да Он занимался вокалом Будённый Тоже он пел Семен Михайлович Пел И более того На гармонии играл И более того Устроил свою вторую Там Михайлову Жена вторая Они тоже мы поговорим Несчастная Жуткая Петь На Большой театр Потом Она была арестована За то Что общалась Она с трансами И в общем Она шла с ума В лагерь Допросов Это было ужасно Потом она вернулась Он ей помог Психушку Так сказать Ну хоть и на это Определить Да Тяжелейшая судьба Ну Иван Семенович Слава Богу Всё это Минуло Всё это Но наступил 1953 год Когда в Кремле Уже нет Главного любителя Опер и балетов Началась другая эпоха Кукуруза Полёты космических кораблей Бороздящих просторов Вселенной Помните Большой театр Как говорил Татверзил Из кинофильма Операция И И другие приключения Шурика Давай бухти мне Как космические ракеты Бороздят Большой театр Это очень характерно Понимаете Гайдай Он же был Ну очень точно Талантливый человек И сценаристы Вот уже тогда это То что вы правильно Подметили Когда без конца Вот это Из репродуктора Вот это Иван Семёнович Иван Семёнович Правда А ещё песни Советских композиторов Жуткие вот эти Эти песни Запевает молодёжь В результате Уже к 60-м годам Набилась такая Оскомина Что разрешили Даже такие вещи В фильме говорить Что космические ракеты Бороздят Большой театр Это просто издёвка Но тем не менее Тем не менее Это отражение Советской Эпохи Жизни Началась При Хрущёве Ревизия Сталинского наследства Ну а что Стали смотреть Кто сколько получает При Хрущёве Что там получилось Был принят Новый пенсионный закон Он немножечко Улучшил жизнь Простого народа И сильно ударил По привилегированной Прослойке Советского Населения Общества Да На Большом театре Это отразилось Довольно сильно Дело в том Что после смерти Сталина Зарплату урезали им сразу Они получили 7 тысяч Можно было ещё 7 Добавить и машину купить Каждый месяц Так добавлять Стала ставка 5,5 тысяч Чтобы выйти на пенсию Они должны были петь Не 20 А 25 лет Смотрите какое оскорбление Что-то люди привыкли Уже ко всему Вообще Они ведь вообще не выходили Они месяцами Не выходили Они не приходили в театр Об этом же говорит Кондраш Вот нет их И никто не спрашивает Они не хотят А счётчик По 7 тысяч Они получают И Козловский Угодишь Это значит всё Это всё И при результате Иван Семёнович Стал объектом Фильеттона Это было самое страшное Чего вообще можно было ждать Был такой знаменитый журналист Семён Нариньяни Фамилия его гремела По всему Советскому Союзу В 50-е годы И 60-е Он жил в Переделке Он там же и похоронен Он писал Фильеттон Вот если Фильеттон вышел Значит там правда Во-первых Потом надо меры принимать Он очень был острым На язык А потом я думаю Что просто так Фильеттон не выходили Ну конечно Был заказ Не мог он просто Фильеттон назывался На верхнем до До это нота такая И обличал он Зажиточную жизнь Многолетних солистов Большого театра Фамилий там не было Но они и не нужны были Кстати вот эта история Со Стрельцовым Футболистом Тоже Нариньяни Тоже его Да Да После которого Помните Вы посадили И сломали в общем-то Жизнь Карьеру Сила печатного слова Была конечно высока В советское время Потому что партийное слово Определённое слово В определённых газетах Что там написано такого Фамилия не употребляется Там только некие образы Например Некий солист Монтуан Монтуанович Что из Монтуан Это мы знаем Герцог Монтуанский Из оперы Регалета Рассказывается В этом фильеттоне Что оказывается На гастролях Монтуан Монтуанович Получает 25 концертных ставок За выступление Представляете 25 ставок Конкретная сумма Называлась в фильеттоне 126 тысяч рублей За 14 выступлений В Минском оперном театре Это не то что много Это фантастическая сумма Даже для большого театра И это стало известно Монтуану Монтуанович Я думаю Мы просто вызвали Откуда-то Спустили эту тему И вопрос ставится Да Как же так Что в своём театре Монтуан Монтуанович Не поёт Не поёт Он редко появляется Зарплатой приходит А тут-то что Как это вообще возможно И рассказывается Рассказывается О нравах Монтуан Монтуановича Что директора Вот этих театров Они знают о том Что Монтуан Монтуанович Берёт такую ставку Да И всё равно Всё равно Они назначают цены На билеты Два в три раза Они знают Что народ пойдёт Саша Вот всё-таки попал Фильетон наш герой Иван Семёнович Козловский Мы сейчас услышим Как он поёт Голос-то всё равно Прекрасный И умение петь И мастерство Но видите Какие оттенки характера Интересные Поэтому Есть смысл задуматься Кем мы восхищаемся И нужно ли Так рьяно восхищаться Александр Ласькин Известный писатель Историк Москвы Автор книг о Москве И новая его книга Большой театр От Фёдора Шаляпина До Майи Плесецкой Наш сегодняшний путеводитель Мы размышляем Вспоминаем судьбы И судьба Ивана Семёновича Козловского Очень, мне кажется, поучительна Оставайтесь с нами Мы вернёмся через несколько минут А сейчас послушаем Как поёт Козловский Я встретил вас И всё былое В отжившем сердце Ах, его я вспомнил вредок Время золотое И сердцу стало Так тепло Я вспомнил вредок Я вспомнил вредок Время золотое И сердцу стало Так тепло Субтитры создавал DimaTorzok Как поздней осени И порою бывают дни Бывает час Когда повеет Вдруг весною И что-то Встрепенётся В нас Когда повеет Вдруг весною И что-то Встрепенётся В нас Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok